Здравствуйте друзья! Пришло время для очередного обновления урока по установке операционной системы Linux Debian и Supervised Home Assistant на Raspberry Pi 4B. Время не стоит на месте, что-то меняется, что-то добавляется и я стараюсь по возможности все это отслеживать. В этом уроке мы рассмотрим установку базовой операционной системы, обновление ее до актуальной версии, затем инсталляция всех необходимых пакетов и зависимости для Home Assistant и наконец собственно сам Supervised Home Assistant. Самый распространенный вопрос, зачем нужен такой метод установки, если можно практически в один клик поставить Home Assistant OS. Ответ. Он дает вам полнофункциональную операционную систему Linux Debian, в отличие от сильно урезанного HasOS, предназначенного только для работы Home Assistant. При этом в самом Home Assistant никаких ограничений нет. Но если вы не планируете использовать возможности Linux, то Home Assistant OS будет для вас отличным вариантом. Дата проведения установки показанной в видео 27 сентября 2023 года. Не исключаю, что через некоторое время вновь понадобится актуализация. Ссылку на текстовый файл со всеми командами из видео я оставил в описании. Файл со временем может немного изменяться, если это будет необходимо для корректной установки. Перед тем как мы начнем по традиции, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, интересующихся темой умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Для записи образа операционной системы я использую штатную программу Raspberry Pi Imager, качаем с официального сайта ссылка в файле инструкции. Программа довольно простая. Сначала нам нужно выбрать какую операционную систему мы будем ставить. Сделаю небольшое отступление для тех, кто решил использовать штатный Home Assistant OS. Вы можете выбрать пункт Другие специализированные операционные системы. В нем есть опция Домашние ассистенты и автоматизации. Посмотрим, что тут предлагается. Home Assistant это и есть готовый образ штатной операционной системы с уже установленной системой управления умным домом Home Assistant. Можно поставить в один клик. Но помним, что в таком случае у вас не будет полноценной хостовой системы. Еще тут есть образы OpenHub, Home Bridge и других систем. Но тема этого урока другая, поэтому нам нужен пункт Разбериоз другие, для установки классического Linux Debian ориентирована под этот одноплатник. На момент съемки этого видео, последняя версия Debian Bookworm тут еще не доступна, есть только предыдущая Bullseye. Я выбираю Lite версию без десктопа. Когда тут появится уже 12 Debian, то естественно выбирать нужно будет его, а следующий раздел про обновления пропускать. Для Raspberry Pi 4B я использую корпус Argon One M2 с установленным SSD диском. Образ системы я разворачиваю прямо на него, используя специальный кабель с двумя разъемами USB-A папа-папа. Вторая кнопка программы, выбор носителя, указываю путь к этому диску. Как-то предварительно готовить его не нужно, система полностью переформатирует его. После этого у нас появится еще одна кнопка с изображением шестеренки, она справа внизу, нажимаем на нее. В появившемся окне дополнительных параметров отмечаем пункт включить SSH, это обязательная опция, чтобы мы могли удаленно заходить в консоль сервера. Чуть ниже указываем имя пользователя и пароль, под которыми мы будем подключаться к серверу. Далее нажимаем кнопку записать и соглашаемся с тем, что все данные с носителя будут стерты. Процесс займет несколько минут, сначала развертывание и запись образа, затем проверка. Для завершения отключаем носитель от компьютера, если это SD карта, вставляем в картридер одноплатника, если SSD диск, то соединяем перемычкой с USB портом. Далее подключаем сетевой и кабель питания. Ждем минут 5, это нужно для первого запуска системы и смотрим в карте сети роутера какой адрес присваивается устройству, в моем случае 192.168.0.219. Для подключения по SSH я использую PuTTY, ссылку на него тоже оставлю в текстовой инструкции, можно использовать и любой другой. Указываем адрес, порт 22 и тип подключения SSH. При первом подключении появится предупреждающее окно, это нормально, нажимаем кнопку принять. Для входа используем логин и пароль, которые мы задали при развертывании образа. Дальнейший процесс установки представляет собой пошаговое копирование команд из инструкции. Для того чтобы ставить скопированное в консоль, нужно нажать правую клавишу мышки. Проверяем версию операционной системы, для этого используем первую команду инструкции. На момент съемки видео устанавливается 11 версия Bullseye, поэтому мы будем ее обновлять. Когда в установщике появится готовый образ Bookworm, то шаги по обновлению делать не нужно. Следующая команда sudo-s активирует режим суперпользователя. В консоли это будет видно по слову root в начале строки и решетки в конце, перед полем для ввода команд. Далее командой apt-update обновляем список пакетов, для которых доступны новые версии. В моем случае система нашла 33 обновления. Теперь можно их обновить командой apt-upgrade. Ключ минус у в конце означает автоматическое согласие с запросом на обновление, это первая буква слова yes. Процесс может быть довольно длительным, так как система должна загрузить все обновления, для чего нужен доступ в интернет, затем их распаковать и установить. Внизу будет отображаться строка прогресса в процентах. Ждем завершения. Следующая команда обновления прошивки самого одноплатника. Используйте ее только в том случае, если у вас новый мини-пк только из магазина, либо вы не обновляли прошивку уже пару лет. В противном случае можете пропустить. Я решил обновиться, так как у меня стояла версия 6.1.21 при актуальной 6.1.54, хотя не могу сказать, чтобы я заметил какие-то изменения в работе после этого. Кстати, тут тоже есть предупреждение, что RPI Update не является частью регулярного процесса обновления системы. Если на момент вашей установки программа записи образов уже ставит актуальную версию Debian 12 Bookworm, то этот раздел можно пропустить. Если нет, тогда начинаем обновление с команды, заменяющей пути к исходникам на репозитории 12 версии. Теперь снова запускаем команду обновления списка пакетов, однако теперь она будет проверять ссылки 12 версии Debian. Список пакетов, которые можно обновить, намного более внушительный 467 штук. Теперь устанавливаем их и используем еще один ключ, кроме Y, благодаря которому обновления будут установлены и при этом ничего не будет удалено, так безопаснее. Процесс по сути аналогичен только что показанному, только теперь используются репозитории актуальной версии Debian. Ждем пока строка прогресса достигнет 100%. Скорость зависит и от вашего канала интернет и от быстродействия носителя. В случае, если будут возникать какие-то диалоговые окна с документацией, нажимаем клавишу Q для продолжения процесса. Все рано или поздно заканчивается и обновление пакетов тоже. Теперь обновление всей системы. Тот же ключ Y, чтобы автоматически ответить «да» на запрос по продолжению установки. Это тоже довольно продолжительный процесс, связанный с загрузкой, распаковкой и установкой множества дистрибутивов. В процессе установки появится вот такое окно конфигурации Lip C6 Arm64 с запросом о необходимости рестарта сервисов без дополнительных вопросов. Это связано с обновлением запущенных сервисов, поэтому соглашаемся, чтобы не отвечать на лишние вопросы. В ходе работы будет еще несколько таких запросов, тут выбираем ответ по умолчанию N сохранение текущей версии. Дожидаемся завершения установки, почти закончили. Следующая команда должна показывать наличие ошибок, если вывода нет, значит ошибок тоже нет. Я несколько раз проводил такие обновления и ни разу ошибок не возникало. Для применения всех изменений перегружаемся командой Reboot. Ждем минуту-две и снова подключаемся к консоли, используя свой логин и пароль. Проверяем версию системы, теперь у нас Debian 12 Bookworm, которая и прописана в требованиях для Home Assistant на дату съемки видео, именно поэтому и проводилось обновление. Теперь, когда система обновлена до последней версии, можем приступать к настройке и подготовке к установке Supervised Home Assistant. Включаем режим суперпользователя для этого сеанса. В эту команду я собрал все пакеты необходимые для работы Home Assistant. Перечень может изменяться или дополняться с ходом времени. Ключик Y избавляет нас отличных вопросов. Далее две команды необходимые для запуска Network Manager, еще одно требование для Home Assistant. Запускаем утилиту настройки Raspberry 4B командой raspi-config. На запрос о пользователе по умолчанию, соглашаемся с выбором системной учетной записи PI. В открывшемся меню выбираем пункт локализации системы. Затем пункт локализации языка и региона. В перечне ищем и отмечаем пробелом те языки, которые будут добавлены в систему. Затем выбираем локаль по умолчанию и отмечаем опцию ок. Ждем пока локали будут сгенерированы, это может занять пару минут. Возвращаемся в меню локализации и снова входим в него. Теперь выбираем пункт тайм зоны, для установки часового пояса. Здесь нужно выбрать свою локацию и указать город проживания либо тот, часовой пояс которого совпадает с вашим. После этого выбираем опцию финиш для завершения настроек. Тут видно установленное локальное время, если все сделано правильно, оно должно быть корректным. Следующий пункт, который почему-то часто пропускали в предыдущих уроках, а он важен и необходим, это редактирование файла cmdline.txt при помощи редактора nano. Ставим курсор в конец первой строки, это тоже важно, если вы начнете снова, ничего не получится. Вставляем сюда строку, скопированную из инструкции, через пробел от последней опции. Нажимаем CTRL X и подтверждаем сохранение клавиши Y. Этот раздел пригодится владельцам корпуса Argon One с настройкой режима работы вентилятора, если у вас его нет, можете пропускать и переходить к следующему. Сначала загружаем и устанавливаем актуальную версию штатного скрипта управления. Он автоматически добавит необходимые для своей работы зависимости, что нужно скачает, распакует и установит. Затем запускаем утилиту конфигурирования, эти команды также есть в текстовом файле описаний. Открывается меню, в котором доступны 4 опции, всегда включен, автоматический режим работы в зависимости от температуры процессора, ручная настройка и отмена. Я предпочитаю ручную настройку, третий пункт. Вам предлагается задать пары, температура, скорость вращения вентилятора. Сначала задается температура, 60 градусов в данном случае. Затем скорость в процентах, то есть при достижении 60 градусов Цельсия, вентилятор включится на половинной скорости, если температура будет ниже, он будет выключен. Вот три пары, которые использую я. 50% при 60 градусах, 60% при 70 и 100% при 80 градусах. Настройка похожа на автоматическую, только сдвинутые температурные пороги. В таком режиме вентилятор почти всегда выключен, так как температура процессора обычно в районе 50 градусов Цельсия. Если больше не планируем добавлять пары, то просто нажимаем Enter и сохраняем настройки. Скрипт дает возможность не использовать отдельное дополнение для управления вентилятором в Home Assistant и работает на уровне операционной системы. Перегружаемся и приступаем непосредственно к установке Home Assistant. Ждем минуту две пока сервер загрузится, подключаемся под своим логином и паролем. Запускаем скрипт загрузки и установки докера, он нужен, так как все модули работают в отдельных контейнерах. Ждем завершения процесса. Актуальная на дату съемки видео версия докера 24.06. Далее добавляем текущего пользователя в группу докер. В перечень требований для работы Home Assistant входит установка пакета OS Agent. Ставим самую новую версию, ссылку на релизы я оставлю в файле инструкции. На момент съемки видео последняя версия 1.6.0. Загружаем пакет, для Raspberry Pi 4B нужна версия ARC64, для других платформ соответственно выбираются другие версии. Можно проверить загружен ли файл при помощи команды ls. Как видим в домашней папке пользователя теперь есть загруженный нами пакет. Следующая команда запускает процесс установки. Все прошло успешно, OS Agent успешно установлен. Аналогично проверяем последнюю версию установщика Supervised. На момент съемки последняя версия 1.5.0. Предыдущая 1.4.3 на 12 Debian не устанавливается. Аналогично качаем и проверяем наличие файла. Тут есть один нюанс. Пакет OS Agent содержит номер версии в названии файла, его нельзя перепутать. А вот Home Assistant Supervised имеет одинаковое название для всех версий. И если у вас в папке уже была загружена предыдущая версия, то новая будет с единицей в конце, надо ставить именно новую. Запускаем процесс установки. Тут выбираем свою платформу Raspberry 4 64 разряда. Все установилось корректно. В конце система отобразит адрес для подключения к Home Assistant. Первые несколько минут ничего открываться не будет, это нормально, не переживайте, дайте системе время. Затем появится парковочная страница, это говорит о том, что все идет по плану. Ждем завершения первичной настройки. Приветственный экран. Отсюда есть два пути. Начать настройку нового дома или восстановить из резервной копии. Причем, бэкап может быть сделан на другой платформе, например, Intel, Android Box это не важно. Его можно развернуть тут. В этом уроке я рассматриваю только установку, поэтому выбрал пункт создания нового умного дома. В этом диалоге создаются пользователь и пароль для учетной записи администратора. Далее запускается мастер настроек. Большинство шагов не обязательно конфигурировать сразу, все будет доступно и потом. Но некоторые опции, например, выбор страны обязательны. Я всегда отмечаю все опции по отправке статистики и рекомендую всем это делать. Ничего персонального или конфиденциального, однако эта информация позволяет получить адекватные данные по использованию Home Assistant. В зависимости от того, какие устройства у вас есть и что подключено к серверу, система сразу может обнаружить часть из них. В моем случае автоматически подключились несколько медиаплееров от Google и светильники eLight. В строку браузера к адресу сервера добавим hasseo system, можно скопировать из файла описания, для перехода на страницу информации о системе. Вот так она выглядит. Раньше доступ к ней был из меню настроек, затем его зачем-то убрали. В файле описания я оставил фрагмент кода для добавления в configuration YAML, который выведет кнопку для перехода на эту страницу в панель слева. Сразу после установки мы видим сообщение о неисправности системы. Она связана с отсутствием привилегий у супервайзера. Это нормальная ситуация, сейчас все исправим. На этой странице есть кнопка перезагрузить хост. Эта опция перегружает все, включая операционную систему. Подтверждаем перезагрузку, после чего нужно немного подождать. После перезагрузки все ошибки исчезают, у нас полностью работоспособная система, на последней версии Debian 12 и актуальной версии докера. Ресурсов одноплатного ПК более чем хватит для работы Home Assistant. В принципе никаких глобальных изменений не произошло. По сути я объединил два своих видео, предыдущую установку и обновление системы Debian 12 в одно. Но с прикладной точки зрения, идти по шагам одной инструкции проще и быстрее. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки, текстовый файл с инструкцией, другие видео соответствующие этой теме. Там же вы найдете ссылки на мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу общения по умному дому, присоединяйтесь будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok